Эпидемия свиного гриппа, поразившая весь мир и страну в начале осени, идет на спад. Как сообщил сегодня Роспотребнадзор, заболеваемость в большинстве регионов России за последнюю неделю опустилась ниже эпидемиологического порога. Но на смену вирусам могут прийти бактерии, вернее супербактерии. Воз бьет тревогу, людей поражают микробы, против которых бессильны любые антибиотики. Это итог необратимых мутаций. С жертвами этих мутаций встретилась наша коллега Ольга Скобеева. Век, когда медицина практически всесильна, Всемирная организация здравоохранения подписывает науке приговор. Этот век, как его называют в научных кругах, пенициллиновый, когда антибиотики решают любые проблемы, почти окончен. Изобретение флеминга, не так давно перевернувшее весь мир, лишает этот мир будущего. Всесильны теперь бактерии. Бактерии уже адаптировались, на них не действуют антибиотики. Процесс уже необратимый. Мы даже не ожидали. Так называемая резистентность, то есть невосприимчивость бактерий, имеет пугающие масштабы. Мало кто знает. Ангина, которую по привычке глушит антибиотиками, их уже не воспринимает. Проще говоря, лечить ангину лекарствами практически нет смысла. Так называемая Бердетела, бактерия, вызывающая коклюш, первая научилась вырабатывать антилекарственный иммунитет. По данным ВОЗ, из 115 изобретенных в 20 веке антибиотиков, 68 уже устарели. Во время лечения антибиотиками чувствительные к ним штаммы уничтожаются и замещаются бактериями, которые невосприимчивы к этому препарату. Это мы называем побочным эффектом. То есть шутка, что без лекарств мы болеем неделю, а с лекарствами всего 7 дней больше не шутка. Татьяна, которая воспитывает троих дочерей и постоянно их от чего-то лечит, к выводам ВОЗ пришла сама. Доктор практически всегда нам назначает лечение антибиотиками. Мы постоянно их использовали. Но с течением времени мы заметили, что организм детей привыкает к этим лекарствам. В одной из африканских стран это привыкание уже закончилось трагично. Умерли 4 человека и только генетическая экспертиза показала ацельмонеллеза, который вообще-то давно умеют лечить. Но болезнь мутировала, антибиотики не помогают. То же самое грозят завоз, через 15 лет случится с туберкулезом. Существуют болезни, на которые вообще перестали действовать антибиотики. Бактерии к ним уже привыкли, а нового пока ничего не изобрели. Изобретение это минимум 15 лет и миллион долларов. Столько стоит каждый новый неизвестный бактериям антибиотик. Елена, которая лечилась всего-то от простуды, перепробовала десятки лекарств, лежала в больнице. Вызвали врача, выписали антибиотики. Но после этого с периодичностью 10 дней приходил врач, выписывали новые антибиотики. Но суть потому, что приходил все новый и новый врач и выписывал все новые антибиотики, они не помогали. Впрочем, врачи утверждают, виноваты мы сами. Неправильно выпитая таблетка – залог того, что в следующий раз она уже не поможет. И здесь снова уже банальное «нельзя лечиться самостоятельно». При приеме первых доз антибиотика погибает 90% самых слабых бактерий. 10, грубо говоря, процентов самых сильных бактерий остаются. Если в этот момент остановить лечение, то мы генерируем новое поколение бактерий, устойчивых к этому антибиотику. Впрочем, принимать таблетки по рецепту, как выяснилось, не панацея. Наша еда уже содержит антибиотики, мясо ими буквально пропитано. Ветеринары, назначающие антибиотики животным, обостряют проблему сопротивляемости бактерий к этим препаратам. В Северной Америке и Европе более 50% выпускаемых антибиотиков используются в пищевой промышленности. Столь широкое применение препаратов способствует образованию бактерий, устойчивых к антибиотикам, которые попадают в организм человека через мясо животных. Запрет лечить антибиотиками, а уж тем более использовать их для профилактики болезней у животных, пытаются инициировать в ЕС. Министры здравоохранения, которые, как обычно, собрались на итоговую конференцию в конце года, шокировали своими выводами. В прошлом году 70% выпускаемых в США антибиотиков, это 12700 тонн, скормливали свиньям, коровам и птицам. Говорит, что мир на пороге катастрофы никто, конечно, не берется. Но Франция и Англия уже прописали в своих бюджетах 2010 статью расходов на проведение кампании против лекарственной распущенности. ВОЗ предлагает запретить продавать антибиотики без рецепта врача, пока бактерии к ним окончательно не привыкли. Ольга Скобеева, Александр Связин и Антон Беляков. Вести.